Так, друзья, снова 24 декабря, продолжение фильма по очистке компьютера. Напоминаю, компьютер перегружен капитально, информация уникальна, лишнюю информацию вроде бы легко скидывать на резервные диски, скидывал, вот, большие цены на диски и не открывается. Снова покупаю диск, скидываю ценную информацию и не открывается. Я сказал себе, вот отдельные разделы я буду передоверять вам. Вот сейчас есть такой раздел, компьютер называется загрузки. Это мне присылали информацию. Я уже целый фильм снял, назовем его номер один серия, а вот это пусть будет вторая. Продолжаем. Вот. Ценно или не ценно, решать будете вы. Но информация, она лишней не бывает, потому что, если кто видел первую серию, я уже несколько прокомментировал с таких спорных моментов. Пойдем дальше. Поехали. Я понятия не имею, что это прошли годы, я понятия не имею, что здесь записано. Ну, догадывайте, чьи. А может и не мои, пусть скажут. Ничем не поражается. Все хорошо, живая. Следующий год опять свести. Вот это груша, так груша. Так, ну, 99,9, что мое, раз прислал, именно мне прислал это видео, значит, скорее всего, это моя груша. Вот. Значит, что за груша? У меня есть разновидность. Вот. Груши лесная красавица. Одни пошли ярко, красиво и невероятно. Вот. Вторые пошли мелкие достаточно. Вот. И совершенно зеленые. Название красавица как будто к ним не относится. Многое зависит от подвоев. И, наконец, вот этот вариант вы видели. Достаточно крупная, но без румянца, без красоты. Вот. Видели вы бы у Чернобаева, который раздобыл черенки лесной красавицы у меня. Это был шок. Это был шок у всех, кто у него в саду снимал, я снимал. Вот. Подчеркиваю, лесная красавица расстроилась. Она может и такой, и такой, и такой. Но даже вот то, что вы видели, особой красоты нет. У него есть главное качество. Абсолютный вкус. Идем дальше. Понятия не имею, а что здесь покажут? После почти двухмесячного перерыва делаем пробную попытку возобновить видеосъемочную работу в нашем маленьком объединении садовом «Северный форпост». Сегодня 28 августа, вечер. День простоял погожий. Как раз подошли время урожая подошло некоторых сортов. Поспевание. В частности, вот это. Вот такая вот ронеточка, или очень маленькая полукультурочка. Жибровская от Макунаса. Антонса Йонаса. Алтайского садовода. Подарок, чтобы я кушал сладкие яблочки. Это третий маленький урожай. Вот общий вид дерева. Это такой сланец. Он очень медленно растущий. Небольшого роста. Основная крона до пояса. Ну вот сейчас вертикалочки чуть-чуть вытянулись. Вертикальная побега. Так вот. Урожай всего такой локальный. Но пока красивые. И в этом году они набирают такой цвет материнский. У них в родительской паре ранетка пурпуровая. Вот очень похожа, но крупнее в этом году она. А вот когда спеет, она не похожа на ранетку пурпуровую. Потому что ранетка вроде вот бесполос у меня начинала спеть, когда был этот сорт. А она спеет, как вот какое-то яблочко. Значит, родительская паре какая-то присутствовала. Может быть, полукультурка или даже культурное яблоко. Вот. Будем дегустировать, смотреть, оценивать. Ждем. Так, друзья. Значит, что я помню. Я помню уникального человека, садовода. Грамотнейшего. Грамотнейшего садовода. Значит, зовут его Юрий. Фамилию уже не помню. Живет в еврейской автономной области. Значит, он хорош тем, что однажды он мне прислал видеозапись. И я ее прокомментировал. И получилось целая серия, кажется, 7 серий под названием «Диалог с грамотным садоводом». Может быть, не диалог, может, спор. Диалог или... В общем, прекрасно оппонент попался. Я, когда с ним общался уже на просторах интернета, Ютуба, я просто... У меня был праздник. Редкий случай, когда каждое слово оппонента, который со мной во многих случаях не соглашался, звучало как музыка. Как я люблю грамотных. Не во тех, которые это... Работают. То есть, просто, ну... Какие-то коми-грязи. Вот. И... Вот этот вот фильм, он прислал мне. Просто прислал на ознакомление. А я показал вам. Идем дальше. Вот, Валерий Константинович, ваши... Сливы. Сувенир Востока. Привитый на терн. Поросли терна. Терн, вон. О, он огромный терн. Это с одной... Веточки, вот, раз. Два прививка. Андрюша. Иди. Тут просто гиблое место. Ничего не растет. Чем ближе к гиблое место, тем оно... Лис светлее. Так вот, не зря один из моих друзей назвал это место гиблоем. Он все-таки разбирается в этом. Возможно, благодаря моим фильмам, специальным моим разъяснениям, вот, теперь, благодаря ему, теперь вы знаете, гиблое место существует. Вот, да, может быть, просто там подземное озерцо, может быть, близко к грунтовой воде. Это уже гиблое место для деревьев, может быть. Может быть, страшнее, это когда разлома в земной коре, и оттуда поднимается в одних случаях. Ну, мы только можем догадываться, мы же биолокаторщики, в скобках, городские сумасшедшие, правильно? А наука всерьез не занимается, или засекретили это все. Если не секретить, то сейчас примерно только в Саиногорске 20% населения, а это тысячи людей, надо выселять из их квартир, потому что там они не живут, а дохнут. Под ними геопатогенные зоны. Вот. А это секрет. Замеры делались, но зато никто ничего, и население не знает. А то покажи эту карту, геопатогенных зон. Сразу паника. А вот почему умрем. Вот. Вот так я пока просто обозначил эту тему. Идем дальше. Город Челеминск. 16 августа. Простите, я не все показал, по-моему. Сейчас. Сливы. Вернулся. Вернулся обратно. А гиблое место, тут ничего не растет. Чем ближе к гиблое место, тем и на лист светлее. Вот. Взял черенки. Два года их. Взял черенки, привил на следующее поколение. Тоже терн. Поросли терна. И она уже вот за год сколько вымахала. Вот в этот год не пошел один черенок. Второй пошел. Вот уже половину роста даже вырос. Всего лишь за год. То есть они намного лучше. Место срастания даже. Даже не найти. Вот здесь привито в расщап. Все заросло полностью. Здесь привито было. Улучшенной каплодировкой. Вот вместо прививки даже вообще никто не догадаешься. Что здесь было привито. Я остановил съемку почему. Итак. Прививка врачей. Педиальная. Два года плодоносит дерево. Прививка улучшенной каплодировкой. Два года плодоносит дерево. Ребята. Сейчас в этом полно. Вот я вчера допустим включал. Яндекс. И там. Способы прививки. И не открывал. Слава Богу. Сам все знаю и умею. Но там уже на этом самом. Которая была страница. Способы прививки. И там уже была схема. А на ней их несколько десятков. Не надо нам это знать. Вот. Надо знать только три способа. Один. Который мы проклинаем. Который. Не проклинаем. Нет. Не могут питомники прививать. Как мы. Вот сейчас. Как мы на экране. Улучшенной каплодировкой. И вращеб. Не могут. Большой расход привоев. А где их взять-то? Надо иметь большой маточный сад. А когда одной почкой. И каждая почка идет в дело. Там получается не два-три черенка с ветки. А два-три десятка. Пять-десять раз больше получается прививок можно сделать. А то, что потом прививка почкой. И надо отрезать. Который стал лишним. Центральный проводник дикий. Чтобы пошла сбоку. Эта самая. Культурная ветка. И он оставляет. Вот такую рану страшную. Иногда такую страшную. Получается. Купили калеку. Но только не понимать всю калеку. Но если вы сами по себе. Садоводы. Если вы сам себе режиссер. Пожалуйста. Запомните. Улучшенная капулировка. Если уже перерос немножко. Подвой. И уже не получается. Улучшенная капулировка. Это два клина. Два косых среза. Ну что. Вращев. И две веточки. И вот результат. И там цветок прививки нет. И тут цветок прививки нет. Вот это один из волшебников. Жаль вот здесь нет фамилии. Он бы. На будущее, друзья. Присылайте такие ролики. Присылайте. Мы будем это. Почему не взял ролики. Вот как помните. Самый первый. Алтайский край. Рубцовский район. По-моему. Село такое. Это. Матвеевка что ли. Вот себе взял. Как бы это. Еще фамилию добавил. А здесь получается как. Я вот сейчас понятия не имею. В другом месте есть. И фамилия. Все. Но. Бывает дублируют. Сюда пришлют. Это еще на электронный адрес пришлось. А это прислали загрузки. А адрес не знаю. Кто. Ну догадываюсь. А вдруг ошибусь. Кто волшебник. Который за два года. Мой это. Сувенир Востока довел до плодоношения. Кто это волшебник. Пожалуйста. Делайте ролики. Представляйтесь. Вот. Ну вот. Его ролик. Волшебника. Заканчивается. Все. Закончился. Следующий. Понятия не имею. Что там будет. Мне до того интересно. Еще раз говорю. Все это переезжает к вам. И все это будет уничтожено. Потому что мне надо очистить компьютер. Город Челебинск. 16 августа. 16 августа. 20-го года. Сегодня я хочу поговорить о биологе Бродском. Юрий Васильевич позиционирует себя как биолог. Ну что можно сказать. Значит. Направление. Такие направления как. Яблони. Груши. Шмородина. Кто-то мне прислал. Кто-то мне прислал этот ролик. Понятия не имею. О чем. Но. Как говорил этот Патчеллен Печкин. Кто такой Крузенштерн. Мне надо для общего развития. Вот. Ага. Ролик и кончился. Ну что я скажу. Одна из южных стран. Можно не сомневаться. Кто-то нашел в интернете. Патчеллен Печкин. Одна из южных стран. Ну. Москва. И вы с ним можете там знакомиться. На моем телеканале. Вот. А вот это вот. Вот это вот. То ли он прислал мне. То ли нет. И почему бы. Хотя она наверняка есть. Еще где-то там. На сайтах. Телевидение. Почему лишний раз не познакомиться с великим гражданином России. Поехали. Извините за эту вставку. Сколько в марте месяце пчелы не летают. Шмели не летают. Никто не жужжит. То опылиться ничего не опылилось. И все вот эти цветы попадали. Вон там их на земле. Вон целая куча лежит. Но осталось вот два персика. Вот видите. Они уже поспевают. То есть. Те персики. Которые в земле растут в открытом грунте. Они еще только-только вот отцвели и завязались. А вот эти персики. Значит. У нас. Видите. И они к июню месяцу уже полностью поспевают. Это отчинка. Это потому что здесь теплотрасса проходит. Ответ-то простой. То есть. Ствол-то там. А ветки здесь. Они перешли через теплотрассу. Я их укрыл. И в результате получился такой результат. То есть. Что мы получили в конечном итоге? Два спелых персика на всем кусту. Вместо того, чтобы он был облеплен просто плодом. Собранные фрукты, рассказывает садовод, намного вкуснее, чем покупные. Этот росток появился из косточки съеденного в прошлом году плода. Для селекционеров это обозначает, что растение прижилось. Кроме персиков на участке у садовода растут абрикосы, шелковица и 128 сортов винограда. Есть и своя черешня. А сейчас мы вам покажем черешню, которая плодоносит у нас в Южной России. Все тут, многие покупают черешню, многие в ней, как бы сказать, разочаровываются, потому что, ну, она все время подмерзает. А вот эта черешня была, косточки с этой черешней были взяты в Челябинске с плодоносящей, у Петелина Владимира Павловича. И вот она лет через семь заплодоносила. Вот в этом году было первое цветение. И о том, что она подмерзает, вот видите, вот сухие ветки торчат. Это говорит о том, что она все равно росла, росла и выросла до плодоношения. Ну и что? И теперь мы ее будем в июле месяце пробовать, какого вкуса ягоды на ней. В саду Николая Сергеева множество растений, несвойственных для уральского климата. Все они отлично растут и плодоносят. Меня очень часто задают вопрос, когда обрезать растения. И, значит, до сокодвижения их нельзя обрезать, потому что могут соком изойти и погибнуть эта ветка. А вот сейчас, когда цвели, когда плоды завязались, вот сейчас как раз время обрезать. Вот мы смотрим, вот молодой саженец, да, вот смотрите, вот он. Вот он не выжил зимой, но снизу пошел побег. Поэтому мы подбег, подбег, снимаешь, да? Подбег его обрезаем. Оставляем вот этот вот молодой побег, который. И замазываем срез обязательно, ну, садовым баром. Вот таким вот образом, значит, и полить его надо. Тогда вот этот побег начнет пойти быстрее. О том, как формировать дерево, также рассказал Николай Сергеев. Примером стало дерево абрикосов. Видите, у него в разные стороны растут эти ветки тут. Вот этот отмерз в прошлом году, может, из-за сахара, из-за сухи, которой в ладе не хватало. Поэтому мы что делаем? Берем и обрезаем его под этот, под растущий побег. Отпиливаем. Вот таким образом. Чтобы само дерево сформировать, ну, естественно, замазываем это все варом садовым. Дерево должно расти одним стволом. Вырастить абрикосы, персики и другие фрукты на своем приусадебном участке не так уж и сложно. Самое главное – правильно ухаживать. И тогда вкусные плоды будут радовать хозяев участков все лето. Диана Игнатьева, Роман Поротиков. Городские новости. Знаете, друзья, вот закончилась съемка телевизионная. Вы видели человека, который я называю штучные изделия. В одном случае, вот, сейчас таких уже не делают гигантов. Вот, все еще каждое поколение, как принято было во все века говорить, ворчать и говорить, мельчает народ, мельчает. Вот. А Николай Георгиевич, почему я его считаю одним из величайших граждан России, это широкая общественная деятельность, организатор съезда садоводов России. Кому бы еще приехали, как ни Сергееву, доценты, профессора и прочие, эти самые доктора наук. Представляете? И еще огромная просветительская работа. И когда-то, я помню фильм про Мичурина, я сравниваю его с Мичуриным, хотя его основное направление все-таки сто с лишним сортов винограда. Но главное это в том, что когда Мичурин в царское время, его был шок среди науки, его не признавала наука, ему не помогали, пока не сменилась власть, никто ему не помогал. Но когда все-таки какие-то еще у царского правительства были, еще какой-то человечность, и ему, Мичурину, через голову ученых, започеркиваю, через головы ученых, которые дали орден. Вот. И сейчас такой орден давно заслужил Николай Георгиевич. Я задавал ему вопросы. Я говорю, Николай Георгиевич, вот, у тебя есть орден? Я говорю, он говорит, да, есть, я работал в космической промышленности. Вот. Я говорю, а за садоводство? Нет. Вот так же, как я заработал орден за металлургию, мы стране не нужны. И еще долго будем не нужны. А говорю я только потому, что с некоторых пор фильмы начали попадать в Яндекс. Пусть люди знают. Страна должна знать своих героев. Ну что, еще до окончания съемки полчасовой осталось 6 минут. В саду Николая Сергеева множество растений, несвойственных для уральского климата. Все они отлично растут и плодоносят, а все потому, что ими занимается человек с умелыми руками. Сейчас на участке Николая Георгиевича все цветет. Экскурсию для нашей съемочной группы садовод начал с особенной яблоньи. Вот смотрите, мы с вами стоим рядом с яблонькой. Вот эта яблонька посажена семечком. Семечком посажена. И она выросла, она плодоносит. И чем вот эти яблоки отличаются от других? Да тем, что они являются полноценными, неполными энергиями. У них очень хороший вкус. И пусть они небольшие, но здоровье у человека улучшается при этом, когда ты их ешь. И еще, значит, поскольку они выращены из семечка, то на них никакие червяки не нападают. И я хотел бы обратить ваше внимание на цветы. Вот посмотрите, видите цветы? В этом году они очень и очень крупные у всех растений. В нашем городе всем известно, что Николай Сергеев грамотный виноградарь. Садовод рассказал о том, как правильно нужно привязывать виноград. Вот так привязываются лозы винограда. Вернее, не лозы, это рукава. А вот это, которые пошли по беде, это называются лозы. Это рукава предыдущего года. Алло, Георгиевич, это ты? Значит так, сейчас напомни мне потом. Я снимаю кино про тебя. Слышишь свой голос? Лозынки хватало света. Почему мы его привязали? Короче так, напомни, чтобы я потом тебе этот фильм выслал, ладно? Давай, пока. А тебя потом разберемся. Извини, съемка идет. Пока. После того, как пройдут все весенние заморозки. Но мы знаем, что в нашем огороде весенних заморозков не будет, поэтому мы его и развешали. Иначе просто может заморозок всю побить. В начале весны южноуральский садовод Николай Сергеев был приятно удивлен, что его плоды начали цвести раньше времени. Это было связано как с погодными условиями, так и с тем, как он прихоживает за своими растениями. Сейчас персики уже начали отцветать. Отцветают уже персики. Видите, они какие красивые. И вот каждый цветок, это каждый персик будет. Эти персики по 50 грамм. А вот левее персики, они больше по 100 грамм. Но эти поспевают в конце августа, примерно 20 августа начинают поспевать. А те поспевают через месяц, иногда не успевают поспеть. Николай Георгиевич с любовью относится к каждому растению. А они в ответ дарят ему сладкие плоды. Вкусные и сочные нектарины, персики и абрикосы. Значит, а вот сейчас перед вами нектарин, который я садил косточку, садил нектарина. А вместо нектарина у нас вырос персик. Он самый ранний, видите, тоже очень урожайный. Хорошо цветет. И грамм по 50 вот эти вот персики. Так что будем ждать. В августе месяце должны поспеть. Яблон у садовода много. Каждая уникальна по-своему. Они занимают особое место на приусадебном участке. А вот это так называемое колоновидное яблоня, за которыми все вот гоняются у нас. Чтобы она одним стволом росла, чтобы на ней яблоки были. На самом деле картина выглядит таким образом. Вот почка, каждая почка, верхняя почка подмерзает. И в результате она идет, вот видите, вот я ее называю шарогатина. Это яблоня. Поэтому, если вы хотите получить настоящую яблоню, как описано колоновидную, да, то вы должны посадить ее в 100-литровую бочку, перед осенними заморозками закатить ее куда-нибудь в теплое помещение, а весной выкатить после всех заморозков. Тогда у вас будет настоящая колоновидная яблоня. А иначе получите вот такой результат. Вот так, друзья. Вот это настоящий садовод. Вот это настоящая правда. Южный Урал. И что у меня, и что у него, верхушняя почка подмерзает. Появляются боковые ветки. И я их называю уже не колоннами, а псевдоколоннами. Вот так. Ну и все, что сейчас случается. Пошла последняя минута вот этой серии, которую назовем номер два. Как ее назвать? Наверное, примерно так. Страна должна знать своих героев. Вот. Пусть ордена нам не дают. Дают тем, у кого есть другие заслуги перед страной. Например, исполнилось 60 лет или 70 лет. И этого достаточно, чтобы заработать орден. Вот. Увы, горькая правда. Давайте пока, друзья. Я отключаю вторую серию. Она сама отключается через 20 секунд. Будет ли продолжение, еще не решил. Посмотрим. Значит, расскажем. Отют. Продолжение следует...